Добрый день дорогие друзья! Сегодня мы находимся в городе Воронеж, где собираемся поставить новый усиленный ступичный подшипник на Gazelle Next производства компании Enespro Тот самый подшипник, который рассчитан на 12 тонн динамической нагрузки или 18 тонн статической Отличить этот подшипник вы можете по надписи на коробке 175 кН статической нагрузки, это примерно 18 тонн в статике Также в этом видео мы рассмотрим правила установки, использования спецоснастки, моменты затяжек и много всего другого Оставайтесь с нами! Чуть-чуть полегче Ну просто льешь на куда Все залито И все, и он свободен Почти Первым делом перед запрессовкой ступичного подшипника нам нужно проверить посадочное место на самой ступице На нем не должно быть ржавчины, оно должно быть чистое, без запилов от болгарки И перед запрессовкой обязательно нужно его смазать Смазываем мы обычно специальной антифрейтинговой смазкой, производства SKF Вот такого плана, да? Если ее нет в наличии, то можно просто сбрызнуть ВДшкой или смазать моторным или трансмиссионным маслом Здесь мы видим, что посадочное место на ступице в полном порядке Для обеспечения соосности самой ступицы и подшипника ступичного нами совместно с компанией FAG Была разработана вот такая вот оправка Нужна она для правильного позиционирования самой ступицы на прессе То есть устанавливается сначала оправка, уберется ступица и ставится сверху Так мы убеждаемся, что она абсолютно перпендикулярна прессу И в этом случае подшипник у нас будет вставать без перекосов Обычно под ступицу саму ставят поршень или что-то в этом духе Но ее в этом случае перекашивает Может выломать внутреннюю обойму изнутри подшипника Он встанет с перекосом, такого допускать просто нельзя Запрещается разбирать ступичный подшипник для его дополнительной смазки То есть, во-первых, это не приводит ни к чему хорошему Из-за того, что количество смазки внутри строго регламентировано заводом Если там ее слишком много, то она попросту мешает роликам двигаться по дорожкам качения Это раз Второе, правильно собрать подшипник можно только на заводе в специальных оправках Вручную это сделать просто не получится Поэтому подшипник не разбираем, не мешаем ему правильно работать Что касается уплотнения, здесь двойной тип уплотнений Внутри резиновая манжета, снаружи она прикрыта металлическим пыльником То есть, ни вода, ни грязь туда никогда не попадут Берем антифрейтинговую смазку Наносим ее на ступицу Служит она для того, чтобы внутренняя обойма не прикипала к самой ступице Ну и для облегчения запрессовки, конечно же Затем берем ступичный подшипник И устанавливаем для запрессовки Одно из основных правил при напрессовке подшипника Ступичного давления на внутреннюю ее обойму То есть, если мы будем давить на внешнюю обойму прессом А ступицы будут подавливать на противоположную внутреннюю То дорожки качения роликами могут повредиться Поэтому давим только по центру Тут усилие должно быть около 400 кг Садится легко Без закусываний Практически без Серьезных усилий Контролируем посадку И прекращаем давить Как только ступичный подшипник полностью сядет на ступицу Все Проверяем, как прокручивается подшипник Просто песня Крутится хорошо Без заеданий Без закусываний Свободно И даже у него есть какой-то момент инерции При установке дешевых китайских аналогов Обычно он сразу начинает закусывать И крутится с большим трудом Супер Следующий очень важный момент Затяжка центрального болта Строго определенным моментом Центральный болт у нас идет в комплекте Прочность у центрального болта 10,9 И момент затяжки указан прямо на нем Закручиваем болт Наживили его Берем динаметрический ключ И вставляем на нем 290 ньютон метров или 30 килограмм Берем и закручиваем его Ну что Пробуем Во время затяжки Перед достижением требуемого момента Нужно несколько раз подшипник провернуть Это делается для того Чтобы ролики не прикипели к дорожкам качения То есть мы его затягиваем И проворачиваем Так несколько раз до достижения требуемого момента затяжки Есть 30 килограмм Так, ну что, все Здесь мы закончили Берем это все хозяйство И устанавливаем на автомобиль Крутится 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 Мы проверяем Да? Да Все, может быть Теперь нужно ступицу в сборе с подшипником Смонтировать на тормозной диск Сначала тормозной диск нужно очистить От окислого, ржавчины, железной щеткой Саму ступицу тоже желательно посадочные места очистить Далее берем тормозной диск Монтируем на него ступицу Совмещая отверстия Наживляем болты А затем закрутим их требуемым моментом Момент затяжки этих болтов 55-70 ньютон-метров То есть 5,5-7 кг Прежде чем монтировать в сборе ступицу вместе с тормозным диском Нам необходимо очистить посадочное место в поворотном кулаке от ржавчины, окислов и грязи И можно устанавливать узел в сборе Там внутри есть такой металлический защитный пыльник Но в принципе обычно он замене не подлежит Теперь устанавливаем в сборе весь узел Теперь наживляем болты самого подшипника Болты берем обязательно новые У нас в комплекте они присутствуют На них уже нанесены анаэробные фиксаторы резьбы Больше ничего наносить не нужно Значит все болты самого подшипника мы наживили Все 5 болтов Теперь затянем их с помощью динаметрического ключа Момент затяжки болтов крепления ступичного подшипника 55-59 ньютон метров Или 5,5-59 килограмм Поставим 57 ньютон метров Все Начинаем тянуть нужным моментом 57 ньютон метров Почти Есть Болты крепления тормозного диска Теперь нужно протянуть тоже с определенным моментом Это в районе 6,5 килограмм Переставляем Супер Вот и все Осталось только поставить скобу Я хотел сказать колесо Проверяем как Крутится ступица Замечательно Замечательно крутится Поставили вот на таком пробеге Значит мой этот ступичный подшипник Так С ручника надо снять Поехали Годовые испытания Все как обычно Уезжаем из гаража Ну С новой ступицей сама едет Вот такая получилась у нас установка Интересная Если у нас остались какие то вопросы Вы можете задать их в комментариях Спасибо большое за просмотр Всем пока и до новых встреч Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok